приветствуем вас друзья на канале Даниила и Лариса сегодня поделимся с вами нашим одним очень интересным рецептом котлетами по-киевски и вот когда я Ларисе сказал Ларис давай приготовим котлеты по-киевски она вот так вот сделала ты что говорит в интернете 100 500 роликов но наши котлеты по-киевски немножко отличаются от всего того что вы уже видели ну в первую Лариса смеется вообще когда после того как Лариса сделала вот так заморочился открыл википедию и начал рыть в интернете историю котлет по-киевски у меня образовались фантомные волосы на голове и они зашевелились просто я чувствовала это такое количество вариантов такое количество рецептов а самое интересное что касается происхождения котлет по-киевски на него претендуют французы россияне украинцы американцы в общем там еще какие-то кулинарные школы так сказать в общем друзья вообще классическая котлета по-киевски готовится из куриные грудинки для того чтобы ее приготовить правильно нельзя взять просто отдельную грудинку отдельно косточку надо особым образом разделать курицу так чтобы косточка которая от крылышка она осталась прикрепленная к грудинке но для этого надо разделывать всю курицу и потом грудинка на мой взгляд достаточно сухое мясо мы сегодня покажем вам как сделать классные котлеты по-киевски из куриных бедрышек они будут с косточкой все вот как положено и очень вкусно и сделаем два варианта один вариант классический ну по классическому рецепту с маслом и второй вариант с маслом и зеленью тот который мы привыкли больше привыкли получать там в ресторанах когда заказываем примеру ну что друзья начнем наш нелегкий опыт так сказать риса решила начать с простого а я забыл рассказать о ингредиентах для приготовления двух котлет нам понадобится курины два куриных бедрышка масло сливочное подмороженное и масло сливочное растаявшие два яйца мука и батон сейчас увидите котлета по-киевски не делается в панировочных сухарях она делается в особой специальной панировке в первую очередь взбиваем яички и немножко присаливаем их я только что сказал яички лариса мне резонно заметила что яички не в том месте естественно мы взбиваем куриные яйца так брутально теперь друзья подготовим батон батон желательно чтобы был не свежий а чтобы ему было ну дня два как минимум ну не как минимум а в среднем ну в общем вчерашний вот так вот срезаем с него всю корочку и у нас будет брутальное видео не буду употреблять уменьшительно ласкательных слов но по крайней мере постараюсь поэтому покрошим батон а на самом деле просто натрем батон на крупную терку если вот эти вот кусочки попадаются их тоже нужно измельчать то есть их надо меленько должна у нас такая крошка получится батоновая ты на кого батон крошишь вот как раз я думаю эту фразу придумал повар который изобрел котлеты по-киевски ты так крошишь лариса батон что ничего на камеру не видно что там делаешь тихоря спряталась что-то и на тёрочку все измельчаю надо измельчить так чтобы эти крупных крошечек у нас не абортов в общем тщательно крошим баб батон друзья для того как батон накрошен разделаем куриные бедра заметьте я не употребляю уменьшительно ласкательных не бедрышки а именно бедра ну вернее не разделаем а подготовим первую очередь острым ножом снимем с бедер шкурку вообще друзья есть зрители которые время от времени возмущаются что очень длинные рецепты я предлагаю таким людям готовить по минутным рецептам тоже в интернете очень много рецептов которые буквально за одну минуту все показывают частности котлеты по киевски как приготовить я считаю что рецепт должен быть тщательно показан и тщательно рассказом поэтому делаю таким образом но вернее мы с ларисой делаем таким образом на самом деле когда мы готовим что-то незнакомое для нас мы смотрим десятки видео в интернете и тратим очень много времени при этом стараемся для наших зрителей сделать рецепт таким образом чтобы они и чтобы у них не было необходимости смотреть десятки видео а достаточно было посмотреть только один наш видео рецепт в общем зачищаем бедра вот всех вот этих вот штучек зачистили бедро бедро снаружи переходим к внутренней части со стороны там где там где бедру крепится ножка мы косточку не обрезаем а зачищаем ее со всех остальных сторон там где вот бедро крепится к туловищу к тушки птицы скажем так мы не знаю как объяснить в общем лариса сейчас покажет вот таким вот образом отделяем ножку из из самой косточки счищаем все лишнее вот то что осталось там вот вот эти вот штуки до их полностью надо срезать сухожилия там где косточка крепится получилось у нас вот такая вот штуковина если есть где-то какие-то пленочки если нет желания потом в котлетах жевать эти пленочки то их тоже тщательно счищаем после того как бедро тщательно защищено отобьем его отбили бедрышко с одной стороны перевернем его и отобьем со второй надо чтобы получилось такое очень-очень тоненькое мясо вот такая вот заготовочка у нас получилось для котлеты по-киевски откладываем ее в сторону главное чтобы в процессе отбивания не оторвать косточку и если вы делаете это на кухонной поверхности то есть где-то возле стен то лучше конечно накрывать кульком или пищевой пленкой во время отбивания точно так же поступим со вторым бедрышком тоже зачистим и зачистить что такое заняла меня зачистим от сухожилий всех от шкурочки и от объем того как оба бедрышка готовы бедра не бедрышка вот у меня не получается безуменьшительно ласкательных посолим их и поперчим делаем это естественно по вкусу то есть если любите ну вот не могу никогда сказать какое количество соли надо использовать кто-то любит более соленая кто-то менее соленая как вы помните я говорил что часть масла у нас должна быть такая хорошенько растаявшая а часть подмороженная подмороженную мы сразу же разрезали вот на такие вот брусочки а растаявший намазываем бедра как бутерброд чтобы они у нас были очень очень сочные очень очень вкусные и забыл это же брутальные котлеты по-киевски как же сказать сочные брутально в общем мажем бедра маслом далее берем кусок подмороженного маслом и заворачиваем его в заготовку для котлеты по-киевски вот таким вот образом эту ножку которая у нас косточку которая там осталось заворачиваем тоже чтобы она хорошенько держалась такая конструкция получилась в первую очередь хорошенько обваляем конструкцию в муке чтобы все части все части мяска были покрыты мукой теперь в яйце после этого формируем первый слой панировки вот так вот берем наш накрошенный батон и облепливаем им котлету достаточно хорошо прилипает потому что потом но это не панировочные сухари то есть можно сформировать такой достаточно толстый слой повторно обмакиваем яйца и второй слой панировки стараемся закрыть вот этой вот панировка из батона абсолютно ну вот покрыть чтобы у нас такое толстое покрытие получилось то есть панировочка должна быть толстая настоящий котлете по-киевски она толщиной 5-6 миллиметров но вы увидите в конечном результате когда мы будем дегустировать сформировали вот такую торпеду мощную перекладываем на тарелку давайте повторим друзья вторую котлету сделаем зеленью также берем был брусочек масла так вот посыпаем его зеленью но я ну как зеленью это укроп просто на самом деле потому что петрушка сюда не пойдет однозначно по вкусу и тем более никакая кинза никакая другая зелень тоже не подойдет и вот так вот заворачиваем я специально снимаю повтор если вам все понятно после первого заворота пожалуйста промотайте я считаю что вот такие вот повторы они видео нужны для того чтобы было четко понятно что мы делаем и как мы делаем хорошенько обваливаем в муке стараемся закрыть все нам надо ее как бы запечатать чтобы в процессе жарки и запекания у нас потом масло не вылилось потому что нам масло надо нужно нужно именно внутри котлет но никак не на сковородке или во фритюрнице кстати приготовим фритюрницу нам надо разогреть ее до температуры 180 градусов но это чуть позже в принципе я говорю чтобы вы понимали фритюрница должна быть такого размера либо фритюрница либо просто кастрюлька с маслом мы будем варить в кастрюльке с маслом первый слой панировки опять в яички в яйце брутально в курином яйце ай-яй-яй-яй-яй не могу я брутальные рецепты снимать и второй слой панировки дорогие друзья тщательно укутываем всю котлетку котлету накрошенным батоном и хорошенько обминаем после этого обе сформированные ну или обе или сколько вы будете 10-20 штук готовить может у кого семья большая или день рождения к примеру а может и свадьба и захотите полакомиться котлетами по-киевски в общем сколько их налепили отправляем их в морозилку минут на 15 в это время разогреваем масло во фритюре через 15 минут извлекаем котлетки из котлеты из холодильника я буду на этом видео учиться не использовать уменьшительно ласкательные и и погружаем их в разогретое до температуры 180 градусов масло мы вот так вот используем просто сковороду глубокую можно использовать фритюрницу я включаю секундомер и засекаю сколько мы будем жарить жарим до легкой золотистой корочки друзья на то время которое я озвучу это совершенно не панацея потому что все зависит от объема масла от температуры и от объема самой котлеты в это время приготовим духовку для дальнейшего запиха запекания разогреем духовой шкаф до температуры 200 градусов и при приготовим посудину в которой мы сможем запечь котлеты в духовке в нашем случае мы используем вот такую вот старую сковороду без ручки можно использовать противень застелить его фольгой пергаментом для запекания видите котлетка позолотилась с одной стороны не получается у меня безуменьшительно ласкательных поэтому не буду я больше заморачиваться с этим не получится брутальные котлеты по-киевски а получится реально вкусные классные котлеты по-киевски кто сказал пик очень духовка духовочка жарим до золотистой корочки только котлеты будут готовы я сразу же вернусь к вам и скажу время которое не жарить 6 минут обжаривались котлеты по-киевски в масле и получились вот такого вот красивого золотистого цвета в принципе их можно приготовить и в масле где-то займет это 10-12 минут котлеты полностью приготовятся но тогда корочка будет достаточно темная а мы хотим его сделать вот такого классического цвета поэтому помещаем в разогретую до 200 градусов духовку наши котлеты еще на 10 минут и через 10 минут будем дегустировать уже готовую вкусноту классический котлета по-киевски подается на крутоне я всегда когда слышу этот крутон вспоминаю чудесный фильм о чем говорят мужчине крутон 10 долларов конечно крутон обычная гренка с картошечкой пюре и зеленым горошком ну вот так как вы видите сейчас и что друзья надо пробовать слюнки просто я истекаю и так давайте посмотрим что же у нас получилось убираем котлету скрутона и режим течет течет масло так друзья смотрите вот такая красота все масло внутри потекло потекло сочнейшая вкуснейшая и вот самое главное что это бедрышко оно значительно более сочная чем грудинка давайте сейчас попробую ну что дорогие друзья попробуем котлету скрутона я не претендую как бы вместе с ларисой на то что это самые правильные котлеты по-киевски но поверьте они очень вкусные и наверное эти котлеты самые вкусные из тех которые я пробовал по той причине которую я уже озвучил как они вкусно пахнут то что грудинка все-таки сухая а это нежнейшая просто я передать не могу насколько она вкусная и видите за счет батона какая толстая получилось правильная вот это вот корочка у котлеты по-киевски я конечно вылил из нее все масло лариса немножко расстроилась но ничего я его сейчас крутоном вы макаю друзья с удовольствием представляем вам замечательный рецепт котлеты по-киевски поверьте вам очень понравится потрясающий рецепт и действительно он немножко отличается от всех остальных но мне он нравится больше всего даем честное слово что вам тоже понравится друзья надеюсь что вам видео было полезно подписывайтесь на наш канал если видео понравилось ставьте пальцы вверх задавайте много своих вопросов в комментариях я очень люблю с вами общаться и мне очень нравится отвечать на вопросы когда вы задаете мне это живое общение она очень классно очень нравится а мы естественно как обычно традиционно будем снимать для вас новые интересные видео всего доброго пока